Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про книги. Как вы знаете, у меня есть отдельный книжный канал, где я в основном про них и рассказываю, но я думаю, что на этом канале тоже будет не лишним иногда рассказать про книги, особенно про те, которые будут интересны женской аудитории, потому что вас, девушек, среди моих зрителей больше всего. И также в конце этого ролика я объявлю конкурс с очень приятным, на мой взгляд, призом. Я надеюсь, что он вас заинтересует, и вы поучаствуйте, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Ну а сегодня мы с вами будем обсуждать три просто великолепных книги, которые на меня произвели довольно большое впечатление, и все они посвящены красоте, стилю, косметике и моде. Ну и давайте начнем. И первая книга на сегодня — это книга известного французского блогера Гаранс Доре, которая называется «Любовь, стиль и жизнь». Вот так она выглядит, и первый раз я ее заприметила еще в Нью-Йорке, но тогда я была не уверена, что хочу ее купить, и решила, что я подожду, может быть, ее издадут на русском языке, и тогда я точно-точно ей завладею. И вот, наконец-то, она у меня, я в полном восторге от нее, потому что это довольно редкий случай. Ну, как вы знаете, сейчас очень многие блогеры пишут свои книги, в том числе и YouTube-блогеры, но это тот редкий случай, когда эта книга наполнена действительно дельными мыслями и довольно мудрыми советами. Хотя сама Гаранс Доре, кстати, она начала вести свой блог еще в 2006 году, то есть у нее такой значительный опыт в блогинге. Она пишет в начале этой книги, что это не советы, это только ее мысли, к которым она пришла к своим 40 годам. И конкретно в этой книге она рассказывает про стиль, очень много, это, наверное, ну, так скажем, центральная тема этого произведения. Она рассказывает про то, как долго она его искала, как она его искала, живя в Париже, как она переехала в Нью-Йорк, и там он у нее кардинально изменился, чем отличаются парижанки от жительницы Нью-Йорка. Это все просто безумно интересно, и мне очень понравилось, как она легко и с таким настоящим французским очарованием и шармом излагает эти идеи. И это, кстати, тот редкий случай, когда профессионал в какой-либо области очень дельно рассказывает про другие совершенно области. В частности, Гарант Сдаре, она иллюстратор, фотограф и, как я уже сказала, блогер, но в этой книге она также затрагивает тему возраста, тему красоты, работы, любви, и все ее мысли, они, ну, действительно, довольно мудрые. И не часто встретишь вот такое, чтобы блогер рассказывал хорошо и интересно не только про моду и красоту, но еще про какие-то такие более житейские вещи. Кстати, книга просто великолепно оформлена, она украшена иллюстрациями самой Гарант Сдаре, и, ну, это великолепный подарок, как я считаю, для любой женщины, для себя, для вашей подруги, для мамы, для дочери, ну, в общем-то, для кого угодно. Я очень рада, что она наконец-то у меня появилась, и советую всем, если вот у вас, например, есть подруга, у которой скоро будет день рождения, обратите внимание на эту книгу, потому что она может стать очень-очень приятным подарком. Переходим к следующей книге, она называется Корейские секреты красоты или культуры безупречной кожи. И написала ее Шарлотта Чо, основательница Soko Glam. Soko Glam это сайт американский, он посвящен корейской косметике. Также Шарлотта Чо ведет портал под названием The Clock, который посвящен культуре красоты в Южной Корее. И сама Шарлотта Чо, она родилась и выросла в Америке, но в очень молодом возрасте она попала в Сеул и просто влюбилась в этот город, и ей очень понравилось именно вот корейское отношение к красоте. В этой книге она как раз про это пишет, насколько корейское восприятие красоты и насколько вот сама вот эта культура ухода за собой у корейских женщин, и мужчин, кстати, отличается от западных привычек. И что, например, в западном обществе мы постоянно ищем у себя на коже какие-то проблемы, например, это прыщи или морщины, и все время боремся с ними. А в корейском восприятии кожа воспринимается, ну, скорее, как союзник, нежели как какой-то враг, с которым нужно бороться и все время его истязать. В этой книге она также пишет про знаменитую корейскую десятиступенчатую систему по уходу за своей кожей, что тоже очень интересно. Ну, а также она очень подробно рассказывает про те корейские бренды, которые нравятся именно ей, ну, и вообще дает такой довольно подробный путеводитель по различным корейским брендам. Поэтому, если вы тоже интересуетесь корейской косметикой, а я, например, интересуюсь, потому что мне кажется, что корейская косметика однозначно стоит внимания, то я думаю, вам понравится эта книга. И, кстати, она еще пригодится тем, кто сам собирается поехать в Корею и конкретно в Сеул, потому что в этой книге есть небольшой путеводитель по Сеулу, в частности, именно по косметическим магазинам, ну, а также по ресторанам и по тем местам, в которых просто интересно и приятно побывать. Ну, и следующая, последняя книга называется «Наука красоты. С чего на самом деле состоит косметика?» И написана она двумя врачами-косметологами. Это продолжение очень известной на YouTube, в частности, книги, которая называлась «Бьюти мифы». И про эту книгу я вам рассказывала, я ее расхваливала, потому что она действительно мне очень понравилась. «Бьюти мифы» посвящена, как можно понять из названия, развенчиванию различных мифов о красоте. И я думаю, что всем девушкам, которые вообще заинтересованы в косметике, в красоте, и особенно тем девушкам, которые ведут свои каналы на YouTube, очень полезно будет прочитать эту книгу, потому что в ней крайне подробно разбираются такие распространенные мифы, которые вот сейчас очень так на слуху. Например, это вред СЛС, вред парабенов. И конкретно продолжение книги «Бьюти мифы», из чего на самом деле состоит косметика, рассказывает про косметические ингредиенты. Я думаю, что те, кто интересуется косметикой, замечали, что в последнее время крайне популярно стало разбирать составы. Если вы собираетесь заняться тем же самым, или если у вас просто есть интерес к косметическим ингредиентам, то эта книга может стать для вас просто настоящей энциклопедией по этим самым ингредиентам. В ней три части. Первая часть посвящена природным компонентам косметики. Вторая часть — это химические компоненты. И третья — это компоненты, полученные с помощью биотехнологий. Например, это различные грибки. Про каждый компонент указано. История его открытия, как он применялся в косметике раньше, как он применяется сейчас, какие у него вообще показания, какие противопоказания. В общем, безумно интересно, очень доходчиво. И что самое главное... Нет, это вообще не самое главное на самом деле, но что тоже интересно — это книга украшена великолепными иллюстрациями. И мне кажется, что эта книга будет великолепным подарком для девушки, которая, в принципе, интересуется индустрией красоты. Кроме того, ее очень приятно, легко и интересно читать. Ну а теперь давайте перейдем к обещанному конкурсу. Итак, призом конкурса будет являться... Та самая книга Гаранс Доре. Как я уже сказала, это великолепный подарок. И как мне кажется, для победительницы, ну, по крайней мере, я надеюсь, это тоже станет очень приятным подарком. Ну а вторая часть приза — это палетка теней Naked Basics 2. У меня у самой есть такая палетка, и я просто в полном восторге от нее. Кстати говоря, она еще соотносится с этой книгой Гаранс Доре, потому что она в ней пишет, как ей сильно нравится макияж в стиле смоки, и что она считает, что это один из самых удачных вообще видов макияжа для девушек. Поэтому с помощью этой палетки победительница тоже сможет делать прекрасные макияжи в стиле смоки. И, кстати говоря, ну я думаю, вообще-то нет нужды особо рассказывать про качество теней Urban Decay, потому что все, кто смотрит YouTube, и так про это знают. А теперь давайте перейдем к условиям конкурса. Они будут очень подробно указаны в инфобоксе под этим видео. Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать? Во-первых, быть подписанным на мой канал, если вы все еще не подписаны. Во-вторых, нужно сделать репост этого видео в социальной сети, например, ВКонтакте или в Фейсбуке, но лучше все-таки ВКонтакте. И также третье условие — это написать комментарий под этим видео, чтобы я знала, что вы участвуете в конкурсе. Вы можете написать любой комментарий, либо вы можете ответить на такой вопрос. Как вы считаете, что отличает стильную девушку от девушки нестильной? То есть, ну, какие у вас вообще критерии стиля? Кого бы вы смогли назвать стильной, кого бы не смогли? Я предлагаю вам поразмышлять над этим вопросом, потому что мне кажется, он довольно интересный. И я надеюсь, что вы заинтересовались этим конкурсом, что вы в нем примете участие. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео. Кстати, если вы хотите еще больше узнать про книги от меня, то обязательно переходите на мой книжный канал, и ссылка на него будет также в инфобоксе. Спасибо вам, и до встречи в следующих роликах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!